Меня Тимур зовут, я опросы провожу. Как вы полагаете, возможно война между Россией и Украиной? Нет. Невозможно? Почему? Ну, если люди будут друг к другу лояльнее относиться и не называть нас расистами, а те других обзывать не будут, то это все нормально. Ну, вот так. Ну, не думаю. Да, возможно. Почему? Ну, мои предположения будут такие, почему бы и нет. Из-за чего может быть война? Ну, как говорится, война может быть из-за всякого. Может из-за бедности, может и за продукцию, и за справедливость. Это зависит от воли людей. Знаете, сейчас идет очень глубокая геополитическая игра, не только на территории постсоветского пространства. Ну, глобально. Сейчас идет большой перетягивание, большой передел. Естественно, это идет под руководством людей у власти. То есть, от них зависит, от людей власти? Ну, конечно. Но и от людей тоже зависит. А ваши... С молча согласились, молча согласились с людей, и в 1933 году фашисты пришли к власти. Понятно. Вы из России? Я нет. Могу узнать, откуда вы? Я из Баку, из Азербайджана. О, слово война вам знакомо? Конечно. Ближе, чем жителям Новосибирска? Конечно. Конечно. Тут жалко, но на территории этой всей необъятной территории, включая мою страдание, Магастрадамик Родину. Да. Из-за чего? Из-за Украины. Провокации со стороны Украины. Не может быть. Ну, все может быть, но не все должно быть. Все возможно в этом мире. А из-за чего она может произойти? По чьей вине? Ну, зачем такие слова? Ну, у вас, собственно, представление есть? По вине людей? Ну, не обязательно делиться, но это могут быть конкретные люди, из-за которых может начаться война. Ну, конкретные, конечно, могут быть. Как думаете, а с какой стороны? Ну, это мы тактично опустим. Опустим? Да. Как вы полагаете, возможно война между Россией и Украиной? А смысл? Ну, искусственная, может быть, да, но я думаю, что здравый смысл у людей все-таки преобладает, поэтому нет. Я думаю, нет. Невозможно. Да. Ну, почему столько разговоров про нее? Ну, это же искусственные разговоры, опять же, это же все СМИ. А кто раздувает? С какой стороны? Ну, средства массовой информации, я думаю, это большая политика. Я не политолог, но, наверное, это нужно тем, кому нужна большая власть, вот и все. Я думаю, нет. Мы народы дружные, там руководство между собой что-то делит, и америкосы их там наузкивают. Я думаю, войны просто не то, что не должно быть, и ее и не будет. А как вы относитесь, понял, миф, да, надуманное? Думаю, да, это все раздуто, чтобы отвлечься от чего-то другого. А кто раздувает? Америкосы. Возможно, война между Россией и Украиной? Да ну, зачем? Как вы относитесь к предложению об отставке Рамзана Кадырова? Нейтрально. Спасибо. Рамзана Кадырова, напомните, кто это, пожалуйста. Руководитель Чечни. Не знаю. Положительный. Честно говоря, я не являюсь гражданином России. Я не могу интерпретировать это. Никак. Ну, никак. Я не знаю, что им хотят отставить, никак. Опять извиняться надо. Ну, оно просто, этого не будет, как бы, ну, предложение. Оно и есть предложение. Оно так и останется предложением. Слушайте, ну, не ожидал такого вопроса, потому что я вообще Чечнею не увлекаюсь. Я не знаю, как у них там дела. И не в курсе. Ну, вы не слышали, что некоторые чеченские чиновники предлагают отрезать голову тем, кто неплохо ведет? Ну, они все время так разговаривают. Они же любят вот эти все страшные слова использовать. Поэтому, не знаю. Хотя, след войны до сих пор еще неприятно, скажем так, попахивает. Поэтому, я не особо никогда не испытывал, скажем так, какой-то приязни к этой стране. Но, с другой стороны, есть и нормальные люди среди них. Короче говоря, мне, наверное, не стоит на эту тему размышлять, потому что я в ней не силен. Я думаю, никто его не отставит. Путин его любит, они дружат. Он выполняет все, что нравится России. Так что его не отставят, это сто процентов. Ну, а ваше отношение к этому предложению? Ну, я просто знаю, что этого не будет. Поэтому так и отношусь. Спасибо. Каково ваше отношение к предложению об отставке Рамзана Кадырова? Обоснованно. Спасибо.